Дневной разворот Дневной разворот И внимания действительно нужно об этом сказать Что мы говорим о проекте бюджета Да Проект внесен Губернатором 10 ноября Нет 1 ноября 10 октября Было в прошлом году Сроки у нас сместились И это тоже вопрос Почему именно так 1 ноября внесли в АЗС, и он сразу попал в руки депутатов. 15-го будут публичные слушания. Мы приглашаем всех депутатов на публичные слушания. Публичные слушания подразумевают, что любой житель Кировской области может прийти. Это будет у нас в зале, где проходит законодательное собрание. Это 214-й аудитория на втором этаже в здании правительства. Театральная площадь, соответственно. На сайте ОЗС можно посмотреть? На сайте Минфина, потому что организатор публичных слушаний правительства Кировской области, мы участвуем в них со стороны законодательного собрания, но организатором является правительство Кировской области. После этого у нас будет 21 1 ноября, это будет Совет законодательного собрания, первое, это 8.30 утра, где будут также основные параметры, и уже все фракции, все председатели комитетов будут обсуждать до комитетов еще. Комитеты в этот же день, комитет по бюджету, и все другие комитеты будут проходить в один день. Большинство комитетов поставило этот вопрос в повестку дня, и 22-го будет пленарное заседание законодательного собрания. Где проект в первом чтении будет рассматриваться? Где будет проект закона в первом чтении? У нас, в отличие от федерального, у нас два чтения, у нас первое чтение в ноябре, второе чтение будет 13 декабря. Сразу хотел бы сказать, почему мы в этом году изменили закон о бюджетном процессе. Пришлось менять закон о бюджетном процессе. Раньше поясним, на месяц пораньше происходило, да? Да, мы в первом чтении принимали в октябре. И был больший разбег по времени, но это вынужденная мера. Объясню, почему. Потому что правительство Российской Федерации было озабочено теми поручениями и указом президента, который регламентировал уже правительству предусмотреть средства на повышение заработной платы указным работникам бюджетной сферы. Далее, очень большое внимание обращено на госпрограммы, в которых предложено участвовать всем регионам. И отсюда выходит, что правительство Российской Федерации считало те объемы федеральных уже средств, которые будут направлены на во-первых, выравнивание бюджетной обеспеченности. Это очень такой значительный источник финансирования наших потребностей. И по всем целевым программам. Вот цифра общая, она до конца для нас еще полностью неизвестна. Но основные параметры сегодня известны. И на первое, на 10 октября, которое было по бюджетному процессу в прошлом году, просто правительство не было готово представить какой-то осязаемый документ, который могли бы депутаты оценить. Очень большая неизвестная составляющая. Поэтому мы согласились с изменением с таким. Сегодня время сжато. Как раз вот у нас между первым и вторым чтением получается 22 и 13. Три недели было больше месяца в прошлом. Но тем не менее все регионы, то есть районы, муниципальное образование получили уже проект бюджета и те цифры, которые они будут иметь после принятия. И они, понятное дело, уже работают с той информацией, которая имеется. Нам важно, чтобы с 1 января бюджет начал работать во всей глубине. то есть неважно, что мы только областной примем. По всей вертикали. По всей вертикали. И чтобы муниципальные образования приняли свой бюджет и с 1 января нормально было открыто финансирование всех расходных обязательств. Вот почему мы сместили сроки и одновременно как бы сжатые временные сроки требуют от нас очень такого активного и работы. что и сейчас происходит. Вот я рассказал ту объективную причину. Если говорить в целом о бюджете, моя оценка, но я... Вы уже успели его посмотреть, детально изучить? непросто. Я же председатель комитета, если другой депутат может посмотреть поверхностную пояснительную записку, мне, как председателю, приходится вникать более подробно. Не скажу, что во все мелкие детали, потому что вообще говоря, это же... Ну, у вас, мы уверены, глаз наметан, вы знаете, куда обращать. В первую очередь взгляд. В первую очередь основные показатели. Основные параметры. И когда-то видишь, 51 миллиард министерства финансов и правительства Кировской области предлагают нам доходную часть. 51 миллиард. Обращаю ваше внимание, я уже однажды об этом говорил, что мы вышли в 2018 году на эту цифру. Таких показателей по бюджету у нас в прошедшие годы не было. Сегодня 51 сказать, что это много, да, это много. Сказать, что это достаточно, нет, этого недостаточно. Потому что... Ну, я помню, где-то несколько лет назад мы были на уровне 46-47 миллиардов. В прошлом году в ноябре мы принимали бюджет 46 миллиарда. 5 миллиардов плюсом. Мы достигли этих 5 миллиардов в процессе исполнения 2018 года. Вот почему, когда мы принимаем бюджет, ну, положим, в ноябре и в декабре и будут цифры даже 51 миллиард. Это не значит, что мы с этими цифрами выйдем в декабрь 2019 года. Хотел бы положительно оценить, хотя при всей моей критичности к этому процессу все же вот много чего говорят по экономике. Иногда уши хочется закрыть и глаза, чтобы не видеть. Но объективно рассуждая, движение вперед присутствует. Нет топтания на месте. Правда, проценты, которые мы показываем сегодня, по промышленности 5-6%. Проценты прироста вы имеете Прироста, да. По сельскому хозяйству был в минус 2. Сейчас подводят итоги уже всех уборочных работ, реализации. Ну, скорее всего, что мы и в сельском хозяйстве какие-то плюсы достигнем. Отсюда налоговая составляющая увеличилась. Я посмотрел отчет за 9 месяцев 18-го года подписал смехов. О нем сейчас только мы говорили. Документ управления ФНС. Да, и дал я сейчас этот документ такому объективному читателю Анисимову, Александру Тимофеевич, вам известный человек, он заместителем работал у меня еще в налоговой службе. Он посмотрел, он говорит, ну, похвалить надо людей, которые... Которые собирают налоги или которые работают и платят налоги? Которые работают над этой важнейшей работой скандальной. Она и называется такой неприятным словом, да, фискальный сбор. Значит, скандальной работой. Но нашли подходы к налогоплательщикам, обеспечивают какие-то встречные движения друг к другу и налоги прессуются. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями Галиной Бурковой и Владимиром Бакином. Бюджета Кировской области на 2019 год. Мы пытаемся разбирать, мы только начинаем погружаться в этот проект. Мы, безусловно, будем в наших эфирах следить, как будут депутаты его обсуждать, какие плюсы, минусы будут подчеркнуты, какие учтены замечания. И в итоге каким он будет принят. Но сегодня мы разбираем этот проект с Галиной Бурковой, председателем комитета законодательного собрания Кировской области по социальным вопросам и Владимиром Бакиным, председателем комитета по бюджету, налогам и иным доходным источникам и контролю за эффективным использованием бюджетных средств. Галина Игоревна, 51 миллиард доходная часть. Расходная часть чуть поменьше и согласно договору, который существует между нашей областью и правительством Российской Федерации у нас должен быть профицитный бюджет. Хоть чуть-чуть, но профицитный бюджет. Мы к этому стремимся. Светлана, я объясню, почему и для чего. Мы же имеем кредитные обязательства по бюджетным кредитам и мы, кроме процентов, которые закладываются у нас в расходных обязательствах, там 800 миллионов, мы еще должны в этом году, уже в следующем году платить по реструктурированному долгу и телу. Там вот эти 500 миллионов. 500 миллионов. Да, поэтому мы его закладываем в профицит. То есть доходы должны превышать расходные обязательства, оставляя себе. В этом случае мы даем уверенность кредитору, что территория наша выполнит то соглашение, которое подписано. А, Галина, успеешь? Я не тороплюсь, Владимир Гаврилович. Я сейчас скажу, почему. Потому что есть такая такое условие в реструктуризации, что если мы будем увеличивать собственно доходы с превышением инфляционного процента, то через некоторое время мы получили реструктуризацию на 7 лет, мы можем пересмотреть с Минфином Российской Федерации соглашение и продлить ее на 12. Это очень важно для территории. Это годовые нагрузки на оригинальный бюджет снизятся полтора раза. Мы к этому сейчас четко стремимся. Мы к этому стремимся. Мы эту задачу поставили и вместе достигаем ее. Владимир Гаврилович сказал, что профицит составил 5-6% за истекший период с того момента, как было заключено соглашение с Федеральным Центром. В среднем годовая инфляция в среднем обозначается как 4-4,5%. Нет, не профицит, а рост собственных доходов. Ну вот просто чтобы цифры можно было сравнить. Не зря, конечно, мы пригласили Галину Игоревну, потому что социальные вопросы это вопросы самые тяжелые зачастую, когда мы их обсуждаем. И вот когда мы смотрим на этот бюджет 51 миллиард, он, безусловно, хорошо, что идет движение вперед, но он явно недостаточный. Мы это видим невооруженным глазом. Достаточно выйти в свой подъезд, на улицу. Мы видим это благодаря СМИ, которые ведут репортажи очень оперативные с места, и вы сами это видите, потому что вы не только заседаете у себя там в кабинетах, в больших залах, вы бываете на местах и знаете, как живут люди. Так вот, что касается социального характера бюджета, у нас страна всегда декларирует, что у нас социальный бюджет и майские указы президента постоянно посвящаются этим вопросам. В какой сейчас мы находимся ситуации и что предлагает нам проект бюджета на 2019 год? Ну, 2019 год это тоже социальный бюджет, как, впрочем, и предыдущие годы тоже. Большинство средств, которые в бюджете закладываются, они тратятся как раз на социальную сферу. В 2019 году это 66%, даже 66,5% идет как раз на эти расходы. сферу социалки входит развитие образования, здравоохранение, культура, спорт, это социальные выплаты, всякие различные пособия, поэтому это как раз предусмотрены эти средства. Что касается 2019 года, то 33,4 миллиарда рублей пока в первом чтении заложено как раз на эту сферу. Сравнивая с бюджетом 2018 года, это на 3,8 миллиарда больше, чем было заложено и будет потрачено в 2018 году. Конечно, это существенный рост. Но еще чем будет отличаться бюджет 2019 года, что в нем предусмотрено по сравнению с 2018 годом новое? То, что сохранятся все действующие социальные выплаты, это мы подтверждаем, это заложено и мы видим при чтении бюджета в первом чтении и он не изменится ко второму чтению в этой части. Но уже несколько лет у нас не индексировались некоторые меры социальной поддержки. И вот то, что вы сейчас сказали, что на 4,3 где-то процента инфляция и бюджет 2019 года предусматривает индексацию нескольких мер социальной поддержки. Это поддержка с семьям, с детьми, ежемесячное пособие, это социальная выплата малоимущим многодетным семьям будет на 4,3 Что за пособия такие, как молодому отцу просто хочется поинтересоваться? Это пособия для малоимущих. А, для малоимущих. Да, да, да. Социальная выплата также малоимущим многодетным семьям будет проиндексирована на эту сумму. Пособия для детей сирот, находящихся под опекой в приемных семьях, тоже будет проиндексирована на эту же сумму. Кроме того, компенсация по жилищно-коммунальным услугам у нас тоже будет произведена на 5%. Это все те категории граждан, которые получали такую компенсацию. Это и ветераны труда, и у нас бюджетные работники, которые работают в сельском хозяйстве, у нас в сельской местности тоже имели компенсацию. То есть все это тоже будет сохранено и также проиндексировано на 5%. И предусматривается введение нового пособия, которого не было ни в 2018, ни в предыдущих годах. Это с 1 марта 2019 года. Для второго ребенка с полутора до трех лет будет пособие в размере 5000 рублей в области установлено. Был принят закон в 2017 году, и он в этом законе было прописано, что его реализация начнется с 1 марта 2019 года. Вот в бюджете на это тоже заложены средства. Да, мы помним, мы активно обсуждали это новшество. Распространяется на вторых детей, родившихся после 31 августа 2017 года, и вот как раз в марте 2019 этот срок с 1 марта предусмотрено во всяком случае. Но сейчас будут обсуждения между первым и вторым чтением, в том числе и на социальном комитете. Мы будем обсуждать вот эту миру социальной поддержки. Может быть, будут затронены и будут предложения. Я уже знаю, что будут предложения и другие. Будем тоже их рассматривать. Наверное, всех волнует вопрос заработной платы бюджетника. Ой, простите, пожалуйста, можно я все-таки приторможу здесь на этом месте? У нас время есть, да, не торопитесь. На этом месте выплата 5 тысяч рублей с 1 марта на второго ребенка в возрасте до 3 лет. Это касается всех семей? С 1,5 до 3 лет второго ребенка. Всех семей? Всех семей? Или социально не обеспеченных? Нет, это касается всех семей. Да, эта мера, она имеет какие-то критерии, в какой момент она может быть отменена? Ведь напоминаю, что принимали ее в связи с тем, что недостаточное количество мест в детских садах собственно говоря было. Нет, Мотивировки и привязки к получению места в детском саду по этой мере социальной поддержки нет. А какая мотивировка? Демографическая. Вот какая мотивировка. Что прожали больше? Федеральные средства выделялись на поддержку тех, кто родил первого ребенка и третьего ребенка. А вот второй он как-то выпадал. И поэтому инициатива депутатов была на уровне региона поддержать и тех, кто рожает второго ребенка. Ну, чего что-то скрывать в народе, называют этот закон Закон Курдюмова. Да, Дмитрий Александрович Курдюмов пролобировал этот закон. Но надо сказать, что, конечно же, регионы сами принимают такие меры и довольно давно принимали. И, как ни горько звучит, но все равно будем сравнивать себя с Москвой. Там пособия для матерей, которые рожают, оно просто, ну вот, у нас таких зарплат иногда не бывает. Какие там пособия. Когда мы начинаем сравнивать с Москвой... А что делать? Мы же равняемся на Кремль. Граждане России там и граждане России здесь. Да, и они получают по несколько десятков тысяч, а наши будут получать пять. Так что приходится об этом говорить. Зарплаты педагогов, о чем говорят специалисты. Приходится об этом говорить. Об этом, вот если такую полемику, то это отдельной передачи не хватит. Ну, безусловно. Рассуждать. Мы должны это отмечать, Владимир Гаврилович. Мы должны это отмечать, потому что люди это видят, слышат и понимают. И мы тоже видим, слышим и понимаем, а иногда не понимаем. В общем, да, в общем, я еще раз хочу подвести итог. Галина Григорьевна, вот тот прирост в социальную сферу, да, 3 миллиарда... 3,8 миллиарда рублей. 3,8 миллионов, это как раз в том числе на эту индексацию и вот на... В том числе на это. На выплату новой. Единственное, что в эту часть не входит повышение заработной платы бюджетникам, потому что этот процесс и в 2018 году мы корректировку делали бюджета в течение года дважды, да, Владимир Гаврилович? Дважды делали. Поэтому здесь, согласно указам президента, мы должны выйти на заработную плату по средней экономике в бюджетной сфере. Она по прогнозу социально-экономическому 25 244 рубля должна быть к концу 2019 года. Значит, в течение года мы должны в любом случае анализируя, насколько в том или ином месте повышается средняя по экономике, должны повышать заработную плату работникам в бюджетной сфере. Но это введется ввиду средняя заработная плата по отрасли. Это не касается конкретной выплаты конкретно. Поэтому повышение заработной платы в любом случае предусмотрено во всех отраслях в бюджетной сфере оно будет происходить. Так, а если числа? С какого числа? Ну вот как я по мере роста средней по экономике. По мере роста? Да, да, да. Мы должны равняться на это. Это согласно указу президента Российской Федерации. Если по бюджетникам еще поговорить поподробнее, мы вас немножко остановили, или мы все уже сейчас я могу говорить о том, что в бюджете 2019 года, ну там и плановые показатели 20-го, мы рассматриваем 21-го, но если конкретно это 19-го года, что по отраслям конкретно предусмотрено? В здравоохранении, в образовании, в культуре? Вот если это интересно, то тоже можно я для себя даже эту шпаргалочку подготовила для того, чтобы не спутаться, но вроде и в памяти тоже есть. По сферам обращают внимание в бюджете, и это положительно надо отметить, что будет продолжено строительство двух школ, они у нас уже в Сузуевке, это школа, которая практически в стадии завершения, с 1 сентября 2019 года уже дети пойдут в школу строить, это школа в чистых прудах. Кроме того, у нас строительство детских садов на это заложено в бюджете вот в первом чтении 1 миллиард рублей. И вот то, что говорил Владимир Гаврилович сейчас, что будут корректировки, и корректировки они могут быть, знаете, ко второму чтению они точно будут корректировки, потому что заявка от Министерства финансов Кировской области ушла на 12 миллиардов рублей. Федеральный центр. Федеральный центр, да. Нам на национальные проекты нам выделили пока 3,8 миллиарда рублей, но говорят о том, что ко второму чтению уже к декабрю мы будем иметь более точные цифры. Я бы хотел уточнить, что у нас сегодня вот участие в национальных проектах, оно связано еще и с софинансированием. Да. Сегодня цифра благоприятная, 95 на 5. То есть принят закон, который регионы платят 5 процентов. Получая 95, надо участвовать и шире развивать эту систему. Вот тогда мы будем говорить, мы в Яцке приближаемся к Москве. Давайте напомним, чего конкретно это касается, вот каких проектов. Ну вот смотрите, я закончу свою мысль, потому что мы буквально прервались на том, что 1 миллиард был заложен у нас на строительство детских садов с ясельными группами. Это у нас практически в 6 районах, в 4 районах области и в 2 городах Кирово-Чепецке, Слободском, и там еще 4 района. Апаринский, Слободской, Советский, Верхнекамский. Это с 2 месяцев можно будет отдавать ребенка уже в ясельке и до 3 лет он может находиться в 3 месяца. Это требование федерального государственного стандарта дошкольного образования. И вот на этом, в 2019 году был заложен миллиард. Вот буквально вчера из Министерства финансов федерального поступила информация о том, что добавляют нам еще 921 миллион. То есть плюс на этот проект конкретно, чтобы с ясельными группами были сады. Значит, мы имеем возможность еще 7 садов построить. Это вот информация и это уже в бюджете в первом чтении нет этой цифры. Она будет вот ко второму чтению уже корректировка внесена. Насколько я знаю, насколько я знаю, вот на прошлой неделе та рабочая группа, которая в Москве состоялась, заседала и обсуждала проекты не только к 650-летию Кирова, она как раз и говорила об этих тоже проектах, о деньгах на школы, на сады и так далее. Завтра у нас будет в эфире Илья Вячеславович Шульгин, который был на этой совещании вместе с нашим губернатором Игорем Владимировичем Васильевым и об этом расскажет поподробнее. Вот что касается там города Кирова, я только в предварительной беседе, когда мы с ним разговаривали, слышала следующее, что Кировская область вот по этим показателям, по финансированию из федерального центра детских садов входит, если мне память не замечу, в пятерку, в пятерку, но завтра уточнили. Ну, потому что, к сожалению, есть такая нерешенная проблема, которую обязательно надо нам решить в ближайшее время. Но это надо было все-таки добиться того, чтобы, да, и вот мы сейчас получаем эти результаты. Да, разумеется. Нам сделать, я прошу прощения, небольшую паузу, сейчас нужно рекламу полторы минуты, мы продолжим. Продолжаем разговор. Проект бюджета Кировской области на 2019 год сейчас находится под пристальным вниманием депутатов областного законодательного собрания, его подробно разбирают, и 15 ноября состоятся общественные слушания в ОЗС, то есть это значит, что каждый абсолютный житель Кировской области может прийти послушать, я не знаю, задать вопросы могут, на общественных петь слушаниях люди, правда, по бюджету. 21 числа будет комитет, и до конца года, естественно, бюджет должен быть принят. Мы сегодня погружаем вас, слушатели, в основные критерии этого бюджета, для того, чтобы вы могли ориентироваться, как, собственно, мы будем жить в следующем году. У нас в студии Галина Буркова, председатель комитета законодательного собрания Кировской области по социальным вопросам, и Владимир Бакин, председатель комитета Заксобрания по бюджету, налогам и иным доходным источникам и контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Вот у нас тут, кстати говоря, развернулась в перерыве дискуссия по поводу вот этой выплаты 5 тысяч рублей детям от полутора до трех лет, но все-таки, значит, еще раз Галина Игоревна подтверждает, что эта мера введена в связи с тем, что необходимо реализовывать демографическую политику государства в сфере поддержки рождаемости. Если будут какие-то изменения, мы, конечно, всех проинформируем по этому поводу. Мы подробно пошли по сферам социальным. Да, и медицина. Я еще по образованию бы добавила интересное то, что будет предусмотрено в 2019 году. Вы знаете, что у нас два кванториума, 20 миллионов рублей на поддержку вот этих двух учреждений внешкольного образования дополнительного, заложено у нас в Мутницкий кванториум и в Кирово-Чепецкий. Поэтому такая сумма большая заложена на эту поддержку. Знаете, что суть его заключается в том, чтобы дети во внеурочное время могли, ну, если раньше это называлось там кружки, какие-то технические, это тут уже на более высоком уровне они получают навыки, знания. На более научном уровне. Да, вот как раз в развитии своими техническими. Собственных ньютонов. Верно, да. Значит, ориентация на инженерное образование, инженерные профессии, которых нам крайне не хватает. Потому что мы достаточное количество юристов произвели на свет. Мы их производим, продолжаем. Пора производить делателей. Поэтому это первые шаги очень положительные. И 20 миллионов, я думаю, что будет нормально для того, чтобы нам почувствовать через год, каким образом развивается вот это внешнее образование. Это же областные деньги участвуют? Областные? Это Кирово-Чепецкое, Мутнинское. Не-не-не, а региональный бюджет только финансирует эти вещи? Сейчас это выделяется из общего бюджета, средства поступают из федерального бюджета, они тут перераспределяются. И еще в сфере образования хотела бы отметить, в шести районах области это то новое, чего нет у нас пока. Все школы будут переведены на областной бюджет, что позволит повысить качество образования, как считают в Министерстве образования, и упорядочить управление финансами. Это так называемый процесс создания опорных школ в Кировской области. Опорные школы у нас создавались одна на район, например. А здесь планируется вообще в шести районах перевести все школы на финансирование областное. Поэтому посмотрим, каким образом это будет развиваться. Тоже очень интересно. Но вот подводка-то такая, что это упорядочит управление финансами и повысит качество. Есть, конечно, некоторые вопросы, есть сомнения. Но в то же время беседовала с директорами нескольких школ, которые стали опорными в 2018 году, говорят, что больше плюсов, чем минусов. Поэтому, если больше плюсов, то минусы, может быть, нивелируются. В том числе и с подчинением муниципалитета, да, какого-то давления, возможно, у местного уходит. Тут же и материально-техническая база. Из-под местного уходит, наверное, на региональное. Но это про давление и про собородинацию не бывает никогда. Недалеко уходит. Тут можно телефон отключить, чтобы никто из области не взорвался. Тут вопрос, конечно же, финансирования именно на материально-технической базе. Я бы насчет этого застрел внимание как раз на слове опорной. Опорная школа, она как бы методологически осуществляет процесс с другими школами. Там ведь никто не говорит, что те школы, которые остались на муниципальном уровне, они выходят из образовательного процесса. Нет, они будут, наоборот, методология приближается тем школам, которые остаются на муниципальном уровне. Меня очень смущат, например, такие малокомплектные школы. Потому что там, ну, мы рассматривали на коллегии Минфина. Малокомплект или, по-человечески говоря, умирающие школы? Ну, зачем ты начинаешь? Ну, а что делать? Пока мы живы. Чего о смерти говорить? Как говорится, все там малокомплектные. Малокомплектные школы. Проблема не в том, что мы там удельный расход бюджетных средств там больше, понятное дело. Но там качество. Не берусь судить, что это везде. Но когда в классе два, три ученика, я сам себя представляю таким учеником, можно же это как-то ведь процесс воспитания. Особенно, не образование, процесс воспитания, он проходит в коллективе, а коллектива нет. Ну, здесь еще вопрос все-таки, тут многогранный, безусловно, и материальная база другая, и обеспеченность кадрами минимальная, потому что кто поедет, да, и когда в классе сидят сразу несколько параллелей, потому что у тебя два ученика из четвертого класса, три ученика из пятого. Я сам проходил такое обучение. Конечно, но это известная история, и в Советском Союзе она существовала. это в 1953 году было. Да. Опорные школы, безусловно, да, и здесь бы очень помогла программа о безопасной и качественной дороге, программа развития инфраструктуры дорожной, которая могла бы, наверное, помочь этим ребятам в конце концов ездить на школьных автобусах в большие школы. Но вот сейчас, Галина Игоревна, почему-то головой качает. Нет, невозможно? Нет, я согласна с тем, что, конечно, безопасные и качественные дороги имеют важное значение, в том числе, но как-то мы так их очень сильно притянули сейчас к этой теме. Малокомплектные школы будут закрываться в итоге? Да, будут. Детям надо будет как-то ездить в центральные, в большие опорные школы и здесь без дорог никак? Это, конечно. Я это имела в виду. В том числе и на этот проект тоже деньги предусмотрены в бюджете. И я думаю, что как раз в этом направлении движения у нас есть значительно. И что по городской среде, по безопасным дорогам мы это видим. И в том числе 2019 год не останется годом, когда эта тема не будет реализовываться через финансирование. Давайте поговорим про медицину. У нас остается буквально 4 минуты. Нам нужно в 45 уйти. Мы в принципе, конечно, блок, который Дмитрий Александрович Курдюмов в правительстве курирует, очень активно поставляет информацию с помощью своей пресс-службы. Но тем не менее, что касается бюджета и здравоохранения, где здесь основные акценты? Вот что касается здравоохранения, это, конечно же, в том числе оплата труда работников учреждений государственных, подвесных в Министерство здравоохранения, планируется привлечение средств на определенные направления федеральных средств. Это борьба с онкологическими заболеваниями будет уделено большое внимание, будет существовать под программой. Развитие детского здравоохранения, включая также и оказание медицинской помощи детям, и оказание первичной медико-санитарной помощи, также сердечно-сосудистые заболевания, этим направлением будет уделено большое внимание. В том числе в бюджете у нас предусмотрено для закрепления медицинских кадров на селе тоже финансирование вот эти суммы, которые они получают, если человек принимает для себя решение в сельскую местность ехать врач, то это тоже предусмотрено. На том же уровне или больше, чем мы мы можем? На том же уровне. Это так называемые подъемные для... Да, подъемные для врачей, которые работают в сельской и в поселках городского типа. Это тоже предусмотрено. Поэтому это вот вкратце только о том, что основное предусмотрено. Но за каждым этим словом, если говоришь в онкологии, это целая система, это и оборудование новое, это привлечение новых специалистов. Надо сразу сказать, что... За любым направлением... Дмитрий Александрович Кодимов придет на ближайшее время в эфир. Как раз мы ему предложили на прошлой неделе об этом поговорить, поскольку мы знаем, что пришел новый главный онколог в нашу область из Татарстана. В Татарстане очень сильная школы онкологии. Мы подробно об этом поговорим уже непосредственно с профильным запретом. Но все-таки, Владимир Гаврилович, вот мы хотя бы в двух словах должны затронуть тему инфраструктуры. Потому что у нас... Мы разбирали вчера вопрос повышения тарифов в Кировской области и вообще состояние тарифной системы в Кировской области. Мы впереди федерацией всей по росту тарифов и по величине тарифов. И одновременно мы не можем не осознавать, что у нас тяжелая достаточно ситуация с сетями. И тепло с сетями, и водоснабжением, и тяжелая ситуация и с дорожным строительством тоже. Инфраструктура в Кировской области не просто оставляет желать лучшего, а она просто кричит о помощи. Что бюджет говорит на эту тему? Разделим слово инфраструктура. Пожалуйста. На сети, на дороги. Это все инфраструктура, но может разделить... Только две минуты, я предупреждаю, у нас осталось. Ну, по дорогам можно отметить, что по программе благоустройства городских дорог... БКД? Да. Безопасные и качественные дороги? Да, 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 да. Которые осуществляются в этом году. Заметный скачок. И это отмечать не просто, вот мы как там председатель комитета, там депутат, люди отмечают, что в городе Кирове стало нормально, можно проехать везде. Если исключить еще вот это стояночные эти все места, с которыми тоже надо как-то бороться. Мы про парковки говорим. Да, парковки. Вот. А что касается сетей, постоянные недоремонты. Они накапливаются годами уже. И понятно, что я на РСТ был в свое время так называемый наблюдательный совет там. Я говорил, мы подкладываем под себя мину замедленного действия, которая может рвануть в самый холод. Минус 40 и рвануло. Поэтому сегодня вот те программы, которые мы сейчас ТК плюс теплокомпания, они занимаются этим вопросом. И будто бы больше стали делать, но по городу Кирову все равно остается это недостаточно для того, чтобы быть уверенным в каждой зиме. сегодня у нас боюсь соврать, но по-моему все уже все жилье запущено по городу Кирову. Хуже обстоят дела в тех муниципальных образованиях, где на одну котельную приходится два дома многоквартирных. Там тарифы сумасшедшие, но и другой без изменения самой техники обеспечения теплом, если там не вводить какого-то изменения в источнике тепла. В бюджете есть про это что-нибудь? В это есть, не в бюджете. Ну если про дороги, когда вы спрашивали безопасные, это 5 миллиардов заложено. Ну 5,5. Просите там ничего не написано. Нет, написано, наверное, просто, что вы... Давайте мы еще одну обязательно программу посвятим этому, когда первое чтение у нас предусматривает как раз и дотации населению и в связи с тем, что мы формируем тариф, в котором есть инвестиционная составляющая. Из этой инвестиционной составляющей пользователь, точнее собственник этих сетей составляет ежегодную программу. Да, это мы в курсе. Давайте мы тогда эту часть бюджета разберем отдельной программой. Это очень важно. После того, как мы его примем, может быть и долго. Договоримся, в общем, о этой очередной программе. Алина Буркова, Владимир Бакин, дневной разворот завершен. Заканчивается. Завершен. Владимир Сметанин, Светлана Занько, мы прощаемся с вами. Ваш коллега Роман Титов на гости, на месте, вернее, гости особого мнения через 20 минут.